Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий и Change.org. Мы создали петицию и так как у меня это заняло буквально 30 минут, этого явно недостаточно для того, чтобы перевернуть мир и победить зло. Нас ждет еще много работы, но сначала хочется понять, к чему стремиться. Сколько вообще нужно собрать подписей, чтобы петиция победила. И с этим вопросом я обращаюсь на этот раз к Анне, также специалистке по работе с авторами петиции Change.org. Да, Вова, привет! И приветствую также всех наших зрителей. Авторы петиции довольно часто задают нам этот вопрос, а ответ может вас удивить. Важно, не сколько подписей вы соберете, а какое сообщество людей вокруг себя организуете и как активно будете работать с ними. Еще раз напомним, за каждой подписью стоит человек, который поддерживает ваши требования, сопереживает вам, хочет вам помочь и готов принимать участие в вашей компании. Смотрите именно так на ваши подписи. Несомненно, большая цифра помогает привлекать внимание СМИ и адресата, но это не самое главное. Хорошо, это успокаивает. Если бы ты сказала минимум 100 тысяч, возможно, я бы опустил руки, но руки у меня не опустились, даже наоборот поднялись. Что делать дальше? Первый шаг. Правило первое. Не ждите, пока люди заметят вашу петицию. На нашей платформе создаются десятки новых петиции каждый день и вам нужно быть активным, чтобы заинтересовать людей вашей инициативой. Для начала опубликуйте ссылку на петицию в своих соцсетях. Так, давайте я буду пока это все делать, а ты рассказывай дальше. Возможно, у меня возникнут какие-то технические вопросы. Хорошо, да. Опубликуйте ссылку в соцсетях, отправьте ее через мессенджеры и попросите ваших знакомых и родственников подписать ее. Обязательно добавляя пару слов о том, в чем суть петиции и почему вам нужна поддержка. Далее стоит выйти за рамки круга знакомых. Попробуйте найти форумы, группы и организации, которые занимаются вопросом вашей петиции в социальных сетях. Попросите их админов помочь вам в распространении вашей петиции. Когда у вас появятся первые сторонники, важно понимать, что сейчас у вас появилось сообщество, готовое поддерживать вас дальше. Так, какой урок из этого мы можем извлечь? Важно просить подписантов о помощи и не стесняться этого. Обращаться к ним, спрашивать совета. На платформе это реализовано через функцию обновлений. Обновление – это сообщение, которое вы можете опубликовать на странице вашей петиции. И что самое важное, все ваши подписанты получат его по электронной почте. То есть вы можете быть на прямой связи с теми, кто вас поддерживает. Такой возможности не дает ни одна другая платформа. К каждому обновлению вы можете добавить фотографию, видео или ссылку на СМИ. Так, Аня, а о чем можно и нужно рассказывать в обновлениях? Благодарите подписантов за их поддержку, подписи, помощь и распространение или продвижение петиции. Им важно знать, что их участие ценят. Рассказывайте новости по вашей компании, чтобы люди знали, что происходит. Отмечайте прогресс по сбору подписей. Вас уже 50? Отлично! А может быть, о вашей петиции рассказали в местной газете? Напишите и об этом. Мобилизуйте своих подписантов. Предлагайте им сделать что-то конкретное. Нет идей? Обратитесь к ним за советом. Попробуйте узнать, кто ваши подписанты. Возможно, среди них есть журналисты, которые помогут донести вашу компанию до СМИ. Дизайнеры, которые сделают лого вашей компании. Или юристы, готовые дать профессиональный совет. Мы советуем авторам публиковать хотя бы одно обновление в неделю, но не каждый день. Так, давайте тогда я резюмирую. Сообщество нужно не только вам, поскольку может помочь в продвижении петиции, но и вы нужны сообществу. Людям важна ваша инициатива. Они могут очень остро сопереживать вам и ваши петиции. Что еще? Что еще? Вообще, компании зачастую ведутся долгое время. И у авторов петиции порой наступают моменты сомнений. Время, когда непонятно, что еще можно делать, куда двигаться, какие меры предпринимать. Помните тогда, что вы не одни, что всем, кто подписал вашу петицию, важно добиться поставленной цели. Поэтому ваше сообщество — это невероятный источник поддержки и энергии.